Всех представителей знака Зодиака Рак, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео я вам хочу представить аэроскоп на ноябрь 2018 года. Сегодня я буду работать с колодой Стимпанк Таро Барбары Мур. Работаем с вами традиционно, я выкладываю 6 арканов, которые вам покажут общую атмосферу месяца, либо общей тенденцией, а также события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Ну и карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Хочу вам напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, он не может проиграться однозначно абсолютно для всех, по той простой причине, что знак Зодиака у нас один, а студенты у всех разные. Поэтому смотрите не только по Зодиаку, но и по вашему асценденту. Сопоставляйте, по какому знаку у вас отыгрывается терраскоп наиболее реалистично, соответственно по этому знаку Зодиака вам не нужно смотреть данные расклады. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. И будем смотреть. Так, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Финансов. Здоровья. Личной жизни. И совет от карт. Если необходимо, арканы будем с вами дополнять. Итак, какова же общая атмосфера месяца, либо общие тенденции? Ну, замечательная, потому что восьмерка Пентаклии – карта упорного труда. Здесь вы будете четко оттачивать свое мастерство, выкладываться на полную катушку, чего бы это ни касалось. Отношений, работы, либо работы над собой. Это может быть как духовный, так и личностный рост, либо какие-то внутренние и внешние изменения. Восьмерка Пентаклии – это карта оттачивания, ну вот доведения до совершенства своих навыков, своего опыта. Это сама по себе карта, которая указывает на очень трудоемкий процесс, но тем не менее оправданный. Потому что восьмерка Пентаклии – карта очень большой прибыли. И неважно, в каком аспекте она говорит. Если это работа, это будет хороший доход, большие финансы. Если это личная жизнь, вы получите плоды результата, как результаты работы своего труда. То есть это будет качество улучшения отношений. Либо, например, если вы одиноки, то здесь будут какие-то сподвижки к тому, чтобы создать союз. Или же здесь кардинальная работа над собой, которая тоже вам принесет положительные результаты. Поэтому общая атмосфера месяца у вас крайне замечательная. Так, что вас ждет в плане работы? Перевернутая четверка Пентаклии. Здесь сама по себе ситуация, сейчас вам покажу. Желание удержать свои позиции. Поскольку аркан перевернут, что-то было вами упущено, либо утрачено. Это, знаете, как утраченные возможности, либо упущенное время. И вот теперь ваша задача хотя бы не прирастить, но хотя бы удержать те позиции, которые у вас были раньше. Потому что вам здесь крайне необходима стабильность. Если, например, на текущий момент вы безработная, то ситуация для вас никаким образом не поменяется. Если вы наемный работник, и у вас свой бизнес, ну или же у вас свой бизнес, да, то карты здесь четко говорят о ситуации, что карьерного роста здесь не предвидится, роста доходов колоссального здесь не предвидится. Здесь, скажем так, те наработки, которые вам дадут результаты впоследствии. Что у вас в плане финансов? Ну, в плане финансов старший аркан мир. Смотрите, карта замечательная. Рост доходов, благосостояние, увеличение вашей прибыли. Это в целом могут быть какие-то плодотворные инвестиции. Для многих здесь может отыграться, как работа через интернет, новые контакты, новые возможности, соответственно, увеличение прибыли. Может проиграться, как траты на поездку, на переезд, либо на путешествие. Еще вот в таком аспекте может проиграться. Но в плане финансов, даже если у вас здесь будут траты, по-видимому, они будут продуктивные. То есть они деньги, выброшенные на ветер. Поэтому здесь, ну, вот месяц вам крайне благоварит. Особенно в рабочем и финансовом аспекте. Так, с позиции здоровья. Что же у вас здесь? Перевернутый король кубков. Ну, это ваше депрессивное эмоциональное состояние. Когда вот постоянно какие-то внутренние сомнения, внутренние блоки, комплексы, либо какая-то, вот знаете, навязчивые маниакальные мысли. Здесь, кстати, по этой карте иногда может еще проходить чувство тревоги, которую вы не можете понять или осознать. Касаемо чего эта тревога может быть? Ну, не знаю. Детей, какой-то ситуация, которая очень сильно вас тревожит. И здесь вы еще накручиваете, накручиваете, накручиваете. Не делайте этого. Это не обосновано, и здесь оно ничем не подкреплено. В плане личной жизни. Так, двоечка жезлов. А вот у вас здесь новые перспективы, новые возможности. Если на текущий момент вы свободны, здесь даже может быть ситуация выбора из нескольких партнеров. Если вы на текущий момент в отношениях, то карта говорит о ситуации выбора. Когда, например, есть уже один партнер за спиной, и есть варианты появления нового. Либо ваш баланс между несколькими партнерами. Давайте уточним этот момент, чего же здесь именно это касается. Иногда еще подвойки жезлов с позиции взаимоотношений – это какие-то новые возможности. Желание улучшить качество вашей жизни, скажем так, либо получить новый социальный статус. Ну, например, если вы не замужем, выйти замуж, да, либо жениться, если смотрит мужчина. Либо, если вы уже в браке, то здесь подняться на социальную ступень выше в плане качества, уровня вашей жизни, в плане дохода. Перевернутый рыцарь Пентакли. То есть здесь указание на что? Вас заела скука, вас заела рутина, вас заела быт и нехватка денег. И вот здесь по двойке жезлов может быть сама по себе ситуация, когда это вы будете где-то, ну, как это сказать, получать извне. Либо стараться получить это извне, потому что вас не устраивает текущее положение вещей. Ну да, вот видите, перевернутая десертка Пентакли. Смотрите. Есть семья, налаженный быт, но этот быт не устраивает. Возможно, по этой карте вы еще занимаетесь сами практиками Таро, Руны и так далее, раскладываете. Вот здесь, о чем мы говорим эта карта, вас утомили вот эти какие-то ссоры, склоки семейные, если вы в браке. Особенно касаемо материальных, да, вот аспектов. Вам здесь хочется любви, вам хочется эмоций и вот эту вот всю картину вы хотите, как бы, знаете, я построю все сам или сама. То есть будете пытаться получать извне. То есть нет заработка, на заработках хорошо, заработаю сам или сама. То есть нет чувств, нет эмоций, хорошо, я тогда получу, найду это извне. Ну вот такая вот у вас падает ситуация на ноябрь месяц в личной жизни. Хорошо, в плане совета карта, о чем же вам говорят арканы? Пятерка жезлов, карта борьбы. Давайте посмотрим борьбы конкретно в чем. Здесь может быть сама по себе ситуация борьбы с конкурентами, если это касается работы, да, и финансовых аспектов, желания отстаивания своих прав. Либо это какие-то ссоры, склоки, выяснение взаимоотношений внутри семьи. С позиции совета, как говорит карта, отстаивайте свои интересы, но не перегибайте палку, не нарубите дров. То есть все должно быть здесь в меру. Потому что все пятерки это точки перелома, невозврата ситуации. Поэтому здесь тоже, скажем так, если переусердствовать, можете потом об этом сожалеть. У вас здесь четко касается это личной жизни. Вот, смотрите. Накал страстей, ссоры, склоки, даже может быть разрыв взаимоотношений с кем-то по причине. Во-первых, у вас есть запасной вариант, это во-первых. Во-вторых, кстати, для некоторых это может проиграться, но в меньшей степени, что, например, у вас появится конкурент, либо конкурентка. Но больше, понимаете, по картам здесь падает, как ваша ситуация выбора из нескольких партнеров. Поэтому вот так вот. Ну, как говорят карты, все-таки не спешите. Делайте все взвешено, все обдумано. Свои интересы отстаивайте, но тем не менее палку здесь не перегибайте. Иначе это может привести к разрыву взаимоотношений. Поэтому будьте здесь очень предельно осторожны и внимательны. Если же смотреть картину в целом, месяц для вас не является значимым, либо переломным, потому что у вас всего один старший аркан. В плане, если смотреть в целом, это советуйте с головой в работу, в заработок, потому что у вас здесь открыт канал, у вас будет приток денег. Ну, как говорится, пусть вот то, что вам идет, делайте акцент на этом. Не клеится пока отношение, отложите, поставьте на паузу, либо не акцентируйте на это внимание. С головой в работу, в заработок. Это будет успешно. Вот такой у вас вышел расклад. Искренне вам желаю душу, чтобы он у вас проигрался только в положительном аспекте. Пусть у вас будутся только все позитивные качества данного расклада. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. Для тех, кого интересуют мои консультации на платной основе, либо вопросы обучения, все это вы можете задать в личной переписке, либо в личном сезоне. Ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а с вами была Ева Лекцер. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok